Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пеков в студии. Всем здравствуйте. Сегодня у нас 23 декабря на календаре. Сегодня морозно, но обещаю, что может быть и во второй половине дня пойдет снег. Я предупреждаю об этом все время и водителей, и тех, кто выходит из дома. Ну, а мы между тем переходим к нашим гостям, и очень приятно, что мы сейчас поговорим, вот может быть уже так в предпраздничном, таком предрождественском эфире. Поговорим о прекрасном, поговорим о музыке, поговорим о таких вот вещах, которые, может быть, создают эту атмосферу праздника. У нас на прямой связи одна из победительниц конкурса талантов Инессы Галланты, Анастасия Долганенко. Здравствуйте, доброе утро, Анастасия. Доброе утро. Вот буквально не так давно прошли, во-первых, вот концерт Инессы Галланты в Домском соборе. Состоялось подведение итогов этого конкурса талантов, и это, в принципе, такая очень тоже важная миссия, которую несет в себе, мне кажется, фонд Инессы Галланты, поддерживая и открывая какие-то новые имена, и помогая вот как раз-таки молодым артистам стать вот на дорогу славы. И вот, может быть, что для вас, Анастасия, вот, потому что Анастасия вот одна из победительниц действительно конкурса, и что для вас означало вот это участие в самом этом конкурсе, насколько это было, ну, каким-то важным моментом в карьере, в жизни, насколько сложно, волнительно само участие в конкурсе? Само участие не очень-то волнительно, ну, как, волнительно, конечно, но поскольку во время учебы всегда есть экзамены, всегда есть какие-то концерты, важные или неважные, то мы просто привыкли к этому, привыкли с этим справляться. И в этот раз очень жалко, что было все-таки в формате записи, поэтому, ну, не было этого выхода на сцену, и когда нужно было делать запись, я даже пригласила каких-то друзей, потому что за последнее время, ну, очень мало было выхода на сцену, и вот этот резерв, энергетический запас, который можно отдавать, и когда ты, несмотря на то, что поешь один, ты можешь представить, что в зале зрители, это уже закончилось, уже нужно где-то черпать новые энергии, и я сама пригласила на запись просто знакомых, и вот перед ними выступала, и за счет этого запись получилась более удачной, чем нежели я пела бы одна и послала бы вот так, как есть. Вот если говорить действительно об этом нехватке вот этой аудитории, вот насколько сейчас для вот эти последние два года сложные, вот вы, ну, вращаясь в этих кругах, вот вы видите, понимаете, может быть, с другими музыкантами, общаясь с исполнителями, насколько вот эта сложная ситуация, которая последние два года установила, вот неожиданно, ну, какой-то вызов, можно сказать, для артистов, лишая их аудитории? Ну, для кого-то это время такое отдохнуть, для кого-то это, наоборот, новые возможности, поехать куда-то за границу, кого-то заменить, потому что, ну, кто-то, может, заболел, кто-то, может быть, не вакцинировался, для кого-то это, наоборот, новые возможности. Лично для меня и для театра, где я участвовала в спектаклях театра «Оперетта», это такое тяжёлое время, потому что 12 марта 2019 года прозвучал наш последний спектакль, и потом всё. Да, сейчас была постановка монооперы и ещё одной латвийской оперетты в режиме записи, но всё равно это не трупы на сцене, это не полный зал зрителей, никаких гастролей, вообще ничего. То есть мы общаемся меньше между собой, поэтому я на самом деле так толком не могу рассказать, а как на кого это повлияло, потому что я очень мало с кем общаюсь из своей среды. Буквально это мои учителя и конкурсы, в которых я участвую, это в последнее время всё время только запись, послал запись, ждёшь результат, никуда не поехал. Насколько, ну вот эти конкурсы, какие ещё конкурсы, в которых вы принимали участие, может быть, расскажите, сколько, как часто они проходят, то есть и действительно вот сейчас, каким образом это происходит, чаще всего это видео с записью, которую нужно отправлять? Угу. У меня позиция такая, я закончила учёбу этим летом, и поскольку нужны всё-таки стимулы, нужна мотивация мне и моему учителю, чтобы работать интенсивно и добываться качества, то я выбрала на данный момент путь конкурсов. Это был второй конкурс за последние полгода. Первый конкурс был международный конкурс Минчеро в Италии, там я прошла полуфинал, получила довольно хорошие баллы, но недостаточно, чтобы пройти в финал. Но всё равно этот конкурс дал мне возможности попасть на так называемую оперную базу, есть такой интернет-ресурс, где доступны все оперные агентства и все конкурсы, их расписания, их регламенты. И я могу сказать, что конкурсов очень много, только ищи, делай записи, посылай заявки. Как правило, это всегда сначала нужно послать запись. Потом уже решают, хотят услышать в живую человека или нет. Но на данном этапе, к сожалению, чаще всего это запись, даже если сначала планировалось живое прослушивание. Я понимаю, что для исполнителей ваш инструмент – это голос, и насколько он требует ежедневных упражнений. То есть насколько, я сейчас, может быть, даже более конкретно сформулирую вопрос, насколько это вынужденное, может быть, отсутствие контакта с публикой расхолаживает артистов. Ну вот, что для кого стараются... То есть вот многие жаловались, артисты, что им чудовищно трудно держать себя в руках и заставлять по-прежнему заниматься ежедневно несколько часов, потому что они вот как будто бы не видят смысла в этом. Ну, это правда. Причём смысл нужен, но я занимаюсь с педагогом, и эта мотивация нужна не только мне, но и педагогу, потому что иначе мой педагог говорит, что это работа в никуда. Ну, действительно, нужны концерты, нужны мероприятия. А так, да, и я стала меньше заниматься, закончилась учёба, закончились экзамены. Если нет конкурса... Ну вот я послала последнюю запись 3 декабря, вчера у меня был концерт. Да, я подсуетилась, позанималась. А так, ну, полторы недели я могла не заниматься вообще. Ну, а потом приходишь в класс, и кажется, что... Ну, вот сейчас запоёшь, как обычно, а нет. Потому что это очень чувствуется, даже если в обычном режиме ты там один день не позанимался, это чувствуется. Может быть, ну, не всем, но я это чувствую, если я один день не позанималась. Если два дня не позанимался, это уже учитель тоже видит, что ты не занимался. А если неделю, а если полторы, а если две... И так вот проходит месяц, два, три, год. Ну, к счастью, у меня ещё не было такого простого длинного. Но всё равно эта форма теряется. Так в тот момент, когда на балрот человек должен развиваться и набирать форму, если он действующий артист. И работать над качеством. Насколько, как вам кажется, возможности современных технологий? С одной стороны, вот видите, мы говорим о том, что есть оперная база, есть возможности заявить о себе, то есть какие-то контакты завести через интернет. Но с другой стороны, ну, вот насколько в видеотрансляции... Мы видели, что в начале пандемии там было очень популярно. Люди сидели дома, смотрели видеотрансляции там из оперных театров разных стран. И там вот как будто бы пытались таким образом людей приобщить к искусству. Насколько эти видеотрансляции, они способны заменить вот живое исполнение на концерте? Они не способны, не знаю, на какой процент они способны. Это может быть как стимул и мотивация для работы, для того, чтобы подготовиться. Но в момент выступления ни артист не чувствует этого энергообмена. Ни со второй стороны зрителю не чувствуется. Ну, например, некоторые говорят, ни одного спектакля до конца не досмотрел. Или, ну, посмотрел один, а вживую, может, посмотрел бы четыре, бы сходил. Ну, зачем-то... Что-то... Это такая видимость того, что что-то происходит. И вот, ну, только что стимул к чему-то готовится. А по сути, как-то это все не так. Я напомню нашим слушателям. С нами на прямой связи Анастасия Долгоненко, одна из победительниц конкурса талантов Инессы Галланте. И вот мы говорим о том, как сейчас артисты во время пандемии поддерживают форму, насколько они стремятся вот, ну, найти все-таки возможности и удержав форму, и, может быть, найти аудиторию. Насколько, в принципе, сейчас вот какие-то же концерты потихонечку начинают происходить, и насколько вот как вы оцениваете будущее, вот насколько в будущем это будет? Не станет ли это каким-то, учитывая ограничения, то, что там рассадка по залу, не станет ли это чем-то очень элитарным каким-то развлечением, поскольку, ну, это, может быть, больше денег будет стоить концерты, какие-то такого рода выступления вживую? Ну, может быть, с одной стороны, это, может быть, станет чем-то таким элитарным, что, ну, да, не все могут себе позволить, но, с другой стороны, это не настолько популярный вид искусства, лоперное пение. Это всегда было что-то такое, ну, не совсем, не то чтобы всем доступное, но не все это понимают в любом случае. Но еще, может быть, как говорит мой муж, возможно, это отложенный спрос, и, может быть, когда это все закончится, мы очень надеемся, что все-таки мы придем когда-то обратно к полным залам и к регулярным концертам и выступлениям. Может быть, наоброс спрос будет активнее. Очень хочется надеяться. В театральном мире, наверное, роль Гамлета, ну, для мужчин является, там, понятно. Ну, и, кстати, Сара Бернар играла ее, там, мечтой любого артиста. Есть ли вот что-то похожее на оперной сцене? Вот какие арии, какие роли самые желанные, вожделенные? Ну, вообще, сопрано — это норма, травиата, но это должна быть блестящая техника, конечно, колоратура. Вот это такие две самые популярные. То, что всегда прав. А вот вы сказали, что нужна техника. Как, есть ли какой-то, вот, я бы сказал, гамбургский счет вот у артистов, которые понимают, вот, ну, что кто дорос до этих возможностей, а кто нет? Ну, конечно, это очень понятно. Ну, как бы, певец или может спеть, или не может. И на роль не берется. Возьмут человека, который не может спеть, там, колоратурой, например, травиатой. То есть, если кто-то прослушивается, то это сразу видно, он поет и хорошо справляется, или же ему тяжело. Даже можно сказать, что, например, да, вот сейчас она поет, но через, там, определенное количество лет, немного даже, может быть, она петь не будет. И профессионалы это слышат. Или, там, например, да, вот сейчас она поет, но когда ей нужно будет спеть всю роль, или, там, два спектакля, там, подряд, она не сможет это сделать качественно, выдержать такую нагрузку. Да, это слышно. Но вот в современном, действительно, оперном театре начинают требовать от артистов все больше и больше таких актерских качеств. И если раньше, в принципе, ну вот, насколько, ну, ты читаешь историю оперы, оперные артисты просто стояли на сцене, пели, и все. И там, в принципе, было, ну, было совершенно, воспринималось публикой спокойно, если там Джульетту могла играть, там, ну, женщина в возрасте, там, скажем, ну, не совсем похожая на Джульетту. Сейчас требования вот как-то очень возросли, и когда смотришь по современной постановке, поражаешься, что там, ну, нетребко поет, там, чуть ли не вниз головой свесившись, или там, лежа на сцене, то есть она падает и продолжает петь. То есть там какие-то такие вот вещи, вот, как вы считаете, насколько это оправдано, насколько это, ну, вот такие завышенные ожидания, что артист должен не только обладать прекрасным голосом, но еще и, там, импозантной внешностью и умением артистично передвигаться по сцене, еще и какие-то акробатические кульбиты исполнять. Вот про акробатические кульбиты мне сложно сказать, потому что этого я не умею, но, в принципе, нас этому учат, актерскому мастерству двигаться петь, лежа петь, чуть ли не с головой, если хочешь в опер-классе, тоже можешь попробовать петь. К этому нас готовят. Есть отдельный курс актерского мастерства, очень замечательно, нас вела Инара Слуцкая, прям я ее до сих пор вспоминаю с большой благодарностью и теплом. Мне кажется, это все здорово. Поскольку мне это не так сложно, но, видимо, правда, это должен быть такой комплекс качеств у певца, которыми он должен обладать, чтобы ему это нравилось, чтобы у него это получалось. Конечно, если у человека проблемы с координацией, с актерским мастерством, да, это будет сложно, но конкуренция очень большая. Нужно успевать и уметь все. Насколько сложно запоминать, вот мы ведь понимаем, что оперы – это язык, чужой язык, и вот это, в принципе, насколько сложно исполнять роль на неродном языке? Ну, скажем так, на родном языке проще, выучить проще, донести проще, исполнить проще, но на неродном языке целая роль, которую я исполняла на неродном языке, это было оперетельно-латышском, а остальное было на родном языке во время учебы. Ну, в любом случае, да, мы поем много арий, там, или фрагментов, на неродном языке ничего страшного, нужно просто знать каждое слово и каждую запятую. И языки оперные – это, как правило, итальянский, немецкий, ну, французский, да, с французским сложнее, но, тем не менее, это можно… Нас этому учат, опять-таки, у нас в Академии был и итальянский, и немецкий, и французская фонетика, правда, очень мало, восемь уроков, и я из них помню просто очень мало, так, если мягко выразить, но ничего, как надо петь на французском, я беру мастер-классы у французской певицы из Парижа, и она мне помогает сделать фонетику и правильно расставить содержательное ударение смысловое. Но я к тому, что, оказавшись во Франции или в Италии, может ли вот оперная исполнительница общаться на этих языках, ну, хотя бы заказать чашечку кофе там или что-то? Чашечку кофе? Думаю, да. Мне кажется, любой может посмотреть в Google Translate и заказать. Нет, ну, на итальянском, на немецком, да. Да, мы не учим в музыкальной академии языки настолько, чтобы мы могли ими владеть в плане разговорном, но читать, да, что-то сказать можно. Ну, кроме французского, на самом деле. Там было восемь лекций по французской фонетике. Это так, видимо, что что-то было. Ещё, наверное, одна такая тоже, ну, это большая тема, но, может быть, чуть-чуть, хотя бы пару слов. Мы знаем ведь всё-таки, что самые топовые оперные произведения – это всё-таки, ну, 19-е, начало 20-го века. А вот современные, вот, ну, насколько вот действительно жанр оперы, он иссяк, выдохся, или вот всё-таки в современной оперной школе там появляются, продолжают появляться какие-то произведения, которые, ну, хочется воплотить в жизнь на сцене? Нет, конечно, они продолжают появляться, но дело в том, что для того, чтобы понять современное произведение, нужно иметь базу, и нужно хорошо понимать классические произведения. И людям намного проще понять произведение периода, там, романтизма, ну, может быть, начала 20-го века, нежели попробовать вникнуть в современную музыку, где используется, там, синтез, например, разных стилей, в том числе какого-нибудь экспрессионизма ещё. Ну, это уже сложновато. Ну, и потом языки, современные оперы, они пишутся часто, например, у нас есть и латвийские современные оперы, есть и современные, да, много на английском, есть современные оперы на каких-то других языках, не знаю, на польском, наверняка, на эстонском, у них всегда будет меньше зрителей. Так же, как я писала свою магистрскую работу на тему оперы Эшенвалда «Замурованные», у меня на защите магистрская была один из вопросов, как вы думаете, почему не пошла опера, почему такой маленький спрос от тебя опера, ну, шикарная вообще, очень интересная. Одна из проблем – это язык, она на латышском. Нам это, конечно, очень интересно, но не знаю, всем ли людям, которые приезжают, или там русскоязычным. Я думаю, что это такой небольшой барьер. А как вы думаете, мюзикл – это вот какая-то попытка реинкарнации оперного пения, ну, оперы на сцене более популярном, в таком массовом, или это какой-то совершенно особый жанр? Это особый жанр. Но если сравнивать с оперной музыкой, то это совершенно другая техника голосовая. Но, с другой стороны, если так проследить по времени, да, то, в принципе, мюзикл – это тоже что-то, что-то, где происходит на сцене и актерская игра, и пение. Что-то в этом общее есть, и, может быть, одно произошло от другого, возможно, но если сравнивать, всё-таки это совершенно другая стезя. Да, популярная музыка. А как вы считаете оперетта, то есть оперетта и опера, здесь более близкая? Да, конечно, конечно. Это тоже академическая манера пения. Оперетту могут ставить и в оперном театре, и у нас есть оперетта. Вот одна, я точно знаю, это «Летучая мышь». Я сама на неё ходила. Возможно, есть ещё, но я сейчас не припомню. Конечно, это могут исполнять те же артисты, ставятся в том же театре. Почему нет? Вот я смотрю, к сожалению, время нашего разговора как-то очень быстро пронеслось. Анастасия Долганенко, победительница, одна из победительниц конкурса талантов НС Галланта. Сегодня с нами была на прямой связи. Хочется поздравить вас со всеми наступающими праздниками, с Рождеством, с Новым годом, чтобы следующий год был удачным, чтобы было больше контактов с публикой, было больше концертных выступлений, общения, и, конечно, побед, и удачи вам в осуществлении всех ваших планов. Анастасия, счастлива. Спасибо большое вас с наступающим праздником. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова